Тени сгущаются. Страх поглощает и сцепляет курла так, что хочется кричать. И все это есть на хоррор-канале из ада. Именно здесь вы сможете увидеть самый топовый жанровый контент ужасов. Лучшие игры жанра, полное прохождение новинок и классических игр, активные ламповые стримы с вниманием каждому подписчику. Скорее переходи на этот канал, если хочешь увидеть реальный ужас. Ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал меня многое всерьёз переосмыслить. До этого я думала, что знаю мир. По пути к нужному месту я заблудилась десяток раз. Несмотря на всю помощь, которую получала сбитых с толку служащих заправочных станций. Так что я отстал от графика, когда дело дошло до поиска места для кеппинга. В нескольких милях к югу и немного к востоку от Сиэтла есть бесплатный кемпинг под названием «Конный лагерь Свомп Уэллс». В охруке дышут штат Орегон. Его чаще всего используют те, кто катается на лошадях. И да, я сразу поняла это, когда увидела. От служебной дороги там идёт гравийная дорога, а затем несколько кривых тропинок. Все указательные пути были погнуты, сломаны или высвели. В конце концов, мне пришлось просто следовать инстинктам. Я остановила свою палатку во сгущащихся сумерках. Кроме меня, никого там не было. Так что у меня была масса свободного места. Быстро пообедав яблоками, украденными из предыдущего кеппинга, я сделала аудиозаписи для своего дорожного дневника и легла спать. Не знаю, как долго я спала. Я знаю, что проверила время, когда проснулась, но уже не помню, какое время было. Что-то снаружи нарушило мой заслуженный отдых. Я проснулась и сидела в ступоре. Слишком настороженная, чтобы снова заснуть, но слишком сонная, чтобы полностью проснуться. Тут что-то коснулось стены моей палатки снаружи, и внезапно я проснулась так, словно не засыпала. Надо сказать, что у меня к тому моменту уже было достаточно опыта ночевок в кеппингах. Так что мне были знакомы все звуки шорохи ночных животных. От енотов до койотов. И они меня совсем не беспокоили. Но это что-то передвигалось на двух ногах. И я поняла, что впервые столкнулась с подобным. Я сразу же пришла к самому худшему выводу. Это медведь. Существует много противоречивой информации о том, как бороться с медведями, если они нападут на вас. И многое зависит от типа медведя. Сидя там в темноте в палатке, и слыша, как мое сердце билось в горле, я не могла сказать, с каким медведем я имею дело. Кричать мне? Или притвориться мёртвой? Я находилась всего в тридцати ядрах от прочного туалетного домика из цементных блоков, который мог бы стать лучшим укрытием. Так что я как можно тише натянула ботинки и приготовилась бежать. Ночью звук молнии палатки казался мне невероятно громким, пока я расстёгивал её сантиметр за сантиметром. Я двигалась мучительно медленно. Высунувшись наружу, я вытянула шею, чтобы посмотреть, не стоит ли медведь на пути между моей палаткой и туалетом. Небо было звёздным, и в свете луны я хорошо видела лагерь до самого его конца. Никого подозрительного не было видно. Однако я чувствовала, что кто-то или что-то наблюдает за мной. Это было похоже на ощущение, будто насекомое ползёт по шее. У меня не было возможности узнать, с какой стороны он находится и на каком расстоянии. Тем не менее, я побежала, стараясь не слишком громко крустеть к гравиям под ногами. Дверь туалета снаружи была просто подпёрта камнем, но внутри находился прочный замок на задвижке. Мне пришлось бы провести ночь в окружении запаха экскрементов, но я решила, что это лучше, чем меня растерзают или съедят. Я услышала ужасных хруст шагов по гравию позади меня, и больше не медлила. Ударила ногой по камню, который подпирал дверь, и потом захлопнула за собой тяжёлую металлическую дверь, больше не заботясь о том, сколько шума я произвожу. У того, что стояло снаружи, явно были длинные и сильные пальцы, потому что оно крепко уцепилось за дверь, когда я изо всех сил пыталась её закрыть. Я выиграла, но оно было так близко. Вверху туалетной конструкции была металлическая сетка для вентиляции. Через неё я услышала тяжёлое дыхание, подобно моему собственному. Мой телефон остался в моей палатке, потому что я идиотка. «Привет?» – прозвучало снаружи. Тихо, я молчу. «Привет?» – снова снаружи. Я чуть не обделывалась от этого. Голос был женственным, похож на мой собственный. И когда я его слышала, то испытывала ощущение, словно меня били в живот. Я даже не могу сказать, почему мне стало так не по себе. Чувство было такое, как будто вы идёте наверх по лестнице и ожидаете следующей ступеньки, но ваша нога проваливается. «Простите, я думала, что здесь одна», – решила сказать я. «Я одна». Каждый её слог дёргался. «Мне жаль, что я испугалась. Я не думала, что здесь есть кто-то ещё», – говорю я. «Извини, я здесь», – отвечает она. «А вы могли подумать, что теперь, когда я знала, что это был ещё один турист, я бы открыла дверь. Но я этого не сделала. Какой-то глубокий и скрытый инстинкт не позволил мне открыть дверь. «Ты напугала меня до чёртиков?» «Тут что, есть места для палаток на деревьях или где-то ещё?» «Я где-то ещё». «Есть ещё». Её слова вызывали у меня тошноту. Опять же, я не могла даже сказать, почему. Судя по её странной манере говорить, я предположила, что английский не был её родным языком. «Ты хочешь сюда зайти?» «Иди в другое место, потому что я собираюсь побыть здесь какое-то время», – сказала я. «Я бы не открыл эту дверь сейчас, даже если бы по ту сторону стояла моя собственная мать». «Тебе нужно уйти». Её знание английского улучшалось с каждым предложением. В этом было что-то странное. «Слушай, ты бродила возле моей палатки в темноте?» «Я не выйду отсюда!» «Ты можешь пойти куда-нибудь ещё?» «Тебе нужно уйти». «Обещаю, я потом уберусь в темноту». «Тебя не должно быть здесь утром». Страх сковал мой рот. Чем больше я говорила, тем больше говорила она. И мне всё меньше хотелось слышать её голос. Возможно, это прозвучит глупо, но у меня было ощущение, словно я кормил её словами. Тот же инстин, который велел не открывать ей дверь, удерживал меня от того, чтобы снова заговорить с ней. Я либо имела дело с кем-то, кто был не в порядке психически, либо был кем-то, кто выдавал себя за человека. В том, как она произносила слова, была угроза. И я не сомневалась, что она сможет выполнить эту угрозу. Я держал руки на засове, пока они не устали. И, наконец, первые лучи солнца медленно проникали сквозь сетку наверху стен моего убежища. Только когда стало достаточно светло в моей добровольной тюрьме, я набралась смелости снова заговорить. «Ты всё ещё там?» «Привет! Есть там кто-нибудь?» Ответа не было. И это был лучший результат, на который я могла надеяться. Я открыла дверь. Моя палатка осталась нетронутой. По крайней мере, на первый взгляд. Гнетущее чувство, что за мной наблюдают, рассеялось. Я оделась, разобрала и собрала свою палатку с вещами в рекордно короткие сроки. Далее я пошла к мопеду. И когда решила надеть шлем, увидела следы. Я довольно далеко отшвырнула камень от двери, но теперь он лежал рядом с мопедом. Естественно, я подошла взглянуть на него. В чётких очертаниях свежей грязи на гладком сером камне был единственный различимый отпечаток. Отпечаток копыта. Или чего-то похожего на неподкованное копыто лошади или козы. Оно было таким свежим, таким отчётливым. Потом я увидел ещё больше таких отпечатков. Они были в мягкой грязи перед дверью туалета, где я сидела. Некоторые из них поверх моих собственных следов. Лишь позже я поняла, что был не так с тем жестким голосом. Он был не просто похож на мой голос. Он в точности копировал его. Я поняла это, когда прослушала свои аудиозаписи. Субтитры создавал DimaTorzok